Здравствуйте, дорогие подписчики нашего канала Дача Без Проблем! Сегодня в студии я, Олеся Лобода, флорист-дизайнер, и поговорим сегодня о том, как можно собрать букет из рябины и осенних листьев. Это быстро, это удобно, это то, что вы можете найти в осеннем лесу, осеннем парке или на вашем участке. Приступим! Для этого нам необходимо рябина обыкновенная, ягоды. Ягоды мы собирали, срезали секатором их. Мы также собрали листья клёна астролистного. Собирали мы их рядышком с нашей студией, они прям вот падают на тротуар, и мы помогаем убирать наши улицы. И это вот такие волшебные листики, рябины. Что мы будем сейчас с вами делать? Нам нужно подготовить гроздья рябины и посадить их на шпажку. Для этого мы будем использовать шпажку, рябину и тейп-ленту. Тейп-лента это такая восковая лента, которая тянется. Её вы можете приобрести или в лоуфлористическом магазине, или в магазине для хобби. Всё для хобби. Мы берём шпажку, берём небольшую гроздь, присоединяем и обматываем сначала под прямым углом тейп-ленты, а потом под углом 45 градусов, немножечко вот так вот вниз, фиксируем, фиксируем её стебель. Мы это можем сделать обычным скотчем, но надо помнить о том, что продолжительность жизни гроздей рябины в том числе может зависеть от, чем её фиксировать на шпажку. Потому что тейп у нас, он заклеивает наши срезы и не даёт влаге уходить. И тем самым будет очень долго стоять. У нас получился целый букет, такой вот пока не собранный, гроздья рябины, отдельно каждая на шпажке. Гроздья рябины очень долго стоят и совершенно неприхотливы. Со временем они начинают немножко поджухать, это от того, что влага у них уходит. Но в целом этот букет вас порадует не одну неделю и даже не один месяц. Оставляем их как заготовка. Что мы делаем с листьями? Техник довольно много, расскажу вам про две техники, которые вы можете пользоваться. Первая техника, это мы будем использовать скальновыми листьями. Мы берём листики, предварительно собрав их, собираем в такую пачку. Их может быть три, четыре, может быть пять, может быть шесть. Хвостики все смотрят в одну сторону. Далее мы загибаем хвостики вовнутрь. Вот так, вовнутрь. И заворачиваем два края. Вот лицевая сторона у нас получается такая, чтобы наши хвостики оказались в серединке. Как мы это фиксируем? Мы будем использовать флористическую проволоку. Её также можно приобрести в любых магазинах для хобби или во флористическом магазине. Мы протыкаем нашу пачку листьев. Где-то на одну треть проволоку выпускаем. И скручиваем концы между собой. И делаем так ещё несколько раз. Заготовка сырья к этому букету может происходить заранее и даже не в день до того момента, как вы будете его собирать. Можно заготовку листьев производить, например, за день. Вы идёте в парк, в лес, куда угодно и можете собирать листья, но дальше нужно очень правильно их хранить. Необходимо их запаковать или в какой-нибудь пакет и добавить немножечко туда воды или, знаете, из пульверизатора попшикать, чтобы была влажность. И положить в прохладное место. Домашний холодильник идеально подойдёт для этого. Переходим ко второму способу. Мы используем листики рябины промежуточной. Они отличаются от листьев рябины обыкновенной формой своей и кожистостью. Эту технику мы назвали креветка. Ну, это такое наше студийное название. Сейчас поймёте почему. Для этого нам будет необходима проволока. Проволоку предварительно мы тейпируем. О технике тейпирования мы рассказывали ранее. И проволоку для чего тейпируем и проволоку, чтобы листики не скользили. То есть тейп имеет восковую основу и листики будут задерживаться. Вот такая вещь у нас есть. Дальше нам понадобится степлер. Что мы делаем? Мы берём листик, сгибаем его у жилки и крепим степлером близко к проволоке. Вот так. Почему проволока? Сейчас дальше я об этом расскажу. Это может быть и шпажка, тогда просто будет статичная конструкция, а мы будем делать динамичную конструкцию. Дальше берём второй листик. Также сгибаем его посередине. И делаем такой нахлёст, чтобы нашей скобы не было видно. И также крепим степлером. Можно в двух местах для прочности, если вам так будет спокойнее. И продолжаем. Мы тут можем делать разные переходы по цвету. От более красного к более тёмному. Смотрите, у нас получается вот такая ровная линия. Что мы можем придумать ещё? Мы можем точно так же, но делать наоборот. То есть листики мы используем не гладкой стороной, а вот этой очень симпатичной, красивой стороной. Тоже техника та же самая, только листики идут наоборот. То есть мы крепим друг за дружкой, но в обратную сторону. Вот у нас получилась такая ровная интересная линия. Здесь хочу обратить ваше внимание, почему мы использовали проволоку и тейп-ленту в самом начале. Благодаря проволоке мы можем придать любую форму нашим листикам. Какую мы захотим. Если бы мы использовали шпажку, то форма была бы только прямая. Это были бы ровные, чёткие линии, которые не позволяли бы нам гнуться. Было бы вот так примерно. Но это тоже может быть, смотря как разыграется ваша фантазия. Вот мы подготовили все необходимые элементы для сборки букета. Мы начинаем с рябины. Рябина довольно тяжелая. Дальше мы берем наши заготовки с листиками клёна. И обкладываем каждую рябинку. Листиками мы можем немножечко даже приподнимать. И фиксируем. Далее мы фиксируем. Берем бечевку. Отрезаем. И плотно-плотно наматываем. Эта связка получилась чуть-чуть ниже, чем наша первая связка. Так и должно быть, потому что мы собирали форму полусфера. Фиксируем на узел. Отрезаем. И чтобы ножки нам не мешали и не уходили в такую штуку, мы можем еще раз пониже связать наш букет. Когда наша основа из рябины готова, переходим к следующему этапу декорирования низа нашего букета. Будем использовать наши листья, заготовки, которые мы сделали в самом начале. Мы будем их прикладывать по часовой или против часовой стрелки, не имеет значения. Также можем делать акценты по цвету и собирать где-то более яркие пятна вместе. И у нас на этом этапе получился вот такой букетик, можно сказать, в каркасе со синими листьями. Но у нас же остались еще одни листья рябины, которые мы собирали с вами в другой технике. И сейчас мы будем с вами фиксировать. Мы можем использовать их как этой стороной в букете, вы помните, что у нас проволока, и мы можем придать любую форму, так и другой стороной. Универсально, универсально. Мы выбрали вот эту сторону, потому что она более объемно будет смотреться и немножечко соединит один сорт листьев с другими. Чтобы нам зафиксировать нашу конструкцию, у нас есть кончик проволоки с одной стороны и кончик проволоки с другой стороны. Находим шпажку от рябины. Мы просто загибаем, делаем петельку. Просто крючочком. Просто огибаем ствол шпажки рябины. То есть вот просто петелькой. Один край мы зафиксировали. Дальше смотрим на движение. Мы можем пустить, к примеру, волну по букету. Или можем повторить форму. И также фиксируем вторую часть. Или если нам хочется красивый край оставить наверху букета, мы берем проволоку, сгибаем ее в такую шпильку, продеваем эту шпильку и проволоку вводим под листья. Завязываем. Теперь мы думаем о ручке. Чтобы ручка была эстетична, мы можем использовать также бечевку. И плотно-плотно-плотно в несколько слоев делать обмотку. Оставляем край. Делаем узелок. Можем даже сделать бантик. Чтобы сделать симпатичный бант, берем бечевку. Несколько раз обматываем вокруг руки. Отрезаем. Складываем пополам. Вот таким образом. И крепим к букетику. На узелок. Далее мы подрезаем наше основание, чтобы букетик был ровный и мог стоять. Вот такую красоту вы можете сотворить из простых природных элементов, находясь у себя дома. А я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал Дача без проблем. Задавайте свои вопросы в комментариях. С удовольствием на них отвечу. Всего вам доброго!